В огромном Петербурге постоянно что-то происходит, и далеко не все интересные события попадают у нас на эленты. Спорт в этом плане приходится сложнее всех. Спортивные порталы предпочитают только новости с турниров, чемпионатов или кубков, а повседневная деятельность атлетов постоянно проходит мимо зрителя. В рубрике «События спортивной столицы» мы будем рассказывать и о крупных соревнованиях, и о том, что остается за кадром. Вы знали, что 6 апреля отмечается Международный день спорта ради развития и мира? Да, вот такое длинное название празднику придумали 10 лет назад. 6 апреля 1896 года в Афинах стартовали первые летние Олимпийские игры современности, возрожденные после многовекового перерыва. В память об этом Генеральная ассамблея ООН в 2013 году и установила новый праздник. Для Петербурга это особенно важный день, ведь северная столица родина Олимпийского движения России. Первый российский Олимпийский комитет начал работу именно здесь, и с тех пор Петербург больше 100 лет остается родиной чемпионов. Меняются только виды спорта, где они выигрывают. В нынешнем году в Международный день спорта бронзовый призер Токийской Олимпиады Михаил Артамонов провел массовую зарядку для петербургских школ. Мероприятие организовано «Единой России» в рамках партийного проекта «Детский спорт». Многие думают, что спортсмены-олимпийцы только тренируются и не выходят со спортивных баз. И такое и правда бывает в период подготовки к главному старту, но все остальное время атлет активно работает с людьми и особенно с детьми. Была организована массовая зарядка для школьников на площадке школы номер 492 Фрунзенского района. Михаил Артамонов ненадолго сделал с наставником примерно для 200 ребят. Как рассказал сам олимпийский призер, к нему на разминку вышло очень много детей, и почти все оказались в хорошей физической форме. Время провели хорошо. Детям он пожелал сказать, что высшие достижения в спорте начинаются с утренней разминки, а потом с тренировки. И если ребенку действительно все это нравится, то он продолжает заниматься, может стать профессионалом и добиться высоких результатов. По крайней мере у самого Михаила Артамонова все прошло именно так. Как отмечает региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Антон Соловьев, это была отличная возможность для детей зарядиться энергией перед уроками и, что самое главное, пообщаться с чемпионом, получить от него знания, взять автограф и сфотографироваться. Вообще, во время Токийской Олимпиады, выступавшая в нейтральном статусе сборной России под Хэквондо и в ее составе Михаил Артамонов, стали, пожалуй, главным открытием турнира для отечественных боевщиков. До последнего времени, ну, по крайней мере у нас в России, Хэквондо считалось чисто азиатским видом спорта. Бойцы из Южной Кореи и Китая абсолютно доминировали на крупнейших турнирах. А тут россияне выиграли два золота из восьми, больше взять не смог никто. Это подстегнуло популярность Хэквондо в России, в том числе и в Петербурге, который всегда был одной из столиц боевых искусств всей Евразии. В спортивной зарядке также участвовали активисты молодой гвардии «Единой России», которая с 30 марта провела недельный спортивный марафон, посвященный Международному дню спорта. Веселые старты, занятия по кайтбордингу, дружеские футбольные матчи и другие спортивные мероприятия сменяли друг друга, практически во всех районах Петербурга. В общей сложности в них поучаствовало более 500 человек. Ну, а в целом, такие контакты с настоящим спортсменом всегда полезны для детей, потому что они позволяют им увидеть, что спорт не так далеко, как многим кажется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok